здравствуйте друзья я хотел поболтать немножко на тему о том как все в мире завязано значит в лаосе там встречаются вы знаете там двадцатка и у президента обамы там забито в расписание встреча с президентом филиппин дутерто его дутерто его рикардо дутерто а он свежий вот в мае это кота на выборах победил с большим так перевесом победил обещал с мафией там расправиться с наркотиками в общем такой популист в рубашке хоть как простой крестьянин такой вообще человек из народа в общем да этот дутерто надо сказать что он и раньше позволял себе странные вещи но во-первых он на америку наезжал пару раз один раз он наехал на американского посла в сша в маниле американского посла в маниле в столице значит назвал его там там прошелся по его гейскости второй раз ох а зачем я сюда встал то сейчас развернемся второй раз он в высказался назвал сумасшедшим значит керри госсекретаря но в общем такой мужчина до этого был случай очень интересный там были претензии по поводу изнасилования австралийской журналистки на филиппинах и и он говорит ягод конечно вот я видел кадры своими глазами он говорит я конечно возмущен что ее изнасиловали но она такая красивая я должен был быть первым править вот это президент значит то есть мы видим такого не знаю даже как назвать как его назвал обама скал колоритный такой чувак colorful колоритный чувачок дело в том что филиппины являются очень близким союзником соединенных штатов очень 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 близко филиппины являются самые быстро растущей такой экономикой в этом регионе то есть там инвестмента много и так далее и я бы сказал что там даже вот на на надеждах которые связаны с этим совсем и который не больше чем на самом деле вот как бы мнение это значит филипинские филиппинский stock market идет где-то соотношение там 18 18 к 1 там на прибыльность цена на прибыльность это это очень высоко это вместо того чтобы был там скажем 14 там 13 как другие страны или ты как в среднем в этом регионе то есть там явно процентов на 30 как бы завышенные относительно других стран ожидания понимаете и как бы все вроде бы экономически это было бы ничего но тот этот самый дутерте проводит операцию по борьбе с наркотиками что само по себе замечательно в этой операции за там довольно короткий промежуток времени погибают две тысячи четыреста человек можно было бы сказать ну какое кому дело в конце концов он же там не не то что там каких-то совершенно без обидных людей там были что-то убивает а вот это какой-то район там какие-то драги и может быть может быть конечно не все 2400 погибших имеют отношение к драгам но в конце концов там но чего их жалеть вот можно было бы так сказать например если мы хотим избавиться от наркотика правда но тут есть тонкости значит вот эти внесудебные внесудебные расправы внесудебные убийства беспокоят обаму почему они беспокоят обаму потому что это ближайший союзник понимаете если бы это делал какой-нибудь горилла там я не на и в африке то в общем то в конце концов мы мы с ним детей не крестили пойти и понятно что это уроды и так далее но это же ближайший союзник сейчас вот еще совсем нет еще несколько месяцев пройдет так и уже кто там будет президентом да значит должен объяснить конгрессу что мы должны выделить им денежку в виде военную помощь сша оказывает филиппинам существенную военную пол материальную как бы из бюджета значит мы должны им выделить эту денежку конгресс к этому делу относится очень строго и он как это кому кому вы должны помогать тем кто ходит там детей убивает без суда без следствий убивает если вы помните вот например реакцию запада на чеченскую войну и они пытались объяснить там российскому руководству чтобы надо как-то помягче и вот это и все говорили у нас суверенитет вы кто такие вообще мы тут сами разберемся что тоже правда но вопрос чем если ты союзник близкий если у нас с тобой отношения какие-то и так далее то нас нас интересует на нас интересует если ты там понятно кто да сейчас им уже лучше понятно то конечно там другой другой вопрос но но если мы вот в одной как бы связки да то это задевает всех и вот президент обама сказал что он хотел бы во время встречи с этим дутерты поговорить тоже на тему вот о том что погибает много людей там и как-то может быть смягчить это вот у него есть прямой интерес это не то что вот он там чей-то суверенитет я вас умоляю если у тебя суверенитет не бери тогда иностранную помощь военную чё ты суверенитет у меня то есть мы не мы не против его суверенитета никто слова не говорит но все-таки есть отношения какие вот но и вот он значит срывается там на этого обаму и называет его санов и бич там сукин сын и вспоминает о том что вот сша там значит колонизировали филиппины 1900 в 1800 девяносто восьмом году там была очередная война с испанией и соединенные штаты потребовали у них филиппины до этого филиппины были испанской колонии и там до девяносто второго года там военная база была уже 1992 года там была военная база поэтому я не знаю у него там какие-то из тех лет переживания но как бы в другом мире живем и сша это ведущий союзник больше того там сейчас китай нагнетает напряженку вот в этом регионе потому что они говорят вот там острова спорные там много стран участвуют в спорах за эти острова но в частности вот филиппины и гаагский суд недавно признал что китай нарушил суверенитет филиппин там вот действия проводя какие-то действия в отношении этих островов поэтому там сложно такая катавасе но он вот сругнулся значит он сругнулся и ну раз он сругнулся то значит тогда ну как бы проявил неуважение во-первых лично к обаме во вторых как бы к офису уже неважно кто там на этой должности но все-таки это неуважение вот к должности к самой конституту президентства вот и ну отменили они эту встречу встретились там с другим человеком и буквально прошло ну сколько там прошло то день там день полтора а он хоть извинился он тут же извинился но не тут же но вот как то так вот но почти тут же извинился и что происходит сегодня сегодня да значит ну понятно что он какой-то неуравновешенный проблемы неуравновешенного человека он ведь не просто неуравновешенно сругнулся он тут же и извинился тоже то есть он как бы и в ту сторону, и в эту, как-то мгновенно и неожиданно, и там еще как-то. Это неплохо, что он в состоянии измениться, но вот это вот дергание, а там напряженка. Президент страны, ближайший союзник, там у них еще и напряженка. Он, оказывается, не любит Соединенные Штаты. Он уже не первый раз за те там несколько месяцев, что у власти уже, значит, совершает какие-то наезды. У него явно антиамериканские настроения. И, значит, что происходит? Представьте себе, что там есть рынок ценных бумаг, и на этом рынке оперирует очень много иностранных фондов, иностранных инвестиционных организаций, которые покупают эти акции. И свои тоже есть, свои банки есть, замечательные большие банки, инвестиционные организации и так далее. И они говорят, ой, мама, говорят они, дополнительный фактор риска. И начинают вынимать деньги. И начинается падение. И сейчас еще нет падения катастрофического такого. Обвала нет. Обвала нет. Но уже пошло вниз. Там за вчерашний день денег выведено из страны больше, чем за какой бы то ни было день в течение года. Такая вот интересная особенность. То есть, я к чему говорю, что вот факторы риска. Кто-то чего-то сказал, кто-то там рубашку на груди порвал, за суверенитет высказывался, там еще что-нибудь такое высказывался. И никто не против. Да, но вот я просто к чему говорю, что чего может стоить слово человека. Так, сейчас пусть меня пропустят. А то я пока с вами болтаю. Что-то время наравлю поехать. Так как я иду на работу, а я сейчас иду не на работу, а мне надо к врачу. на опой. Вот поэтому я немножко так изменил маршрут. В общем, такая вот история. И так вот все в мире завязано. И тут даже вот какую-то я заметочку видел сегодня. Говорит, а что говорит этот Дутерто, это Трамп. Это филиппинский Трамп такой, да, что там. Вот, так что. Популярно стало нынче. Популярно стало нынче рубашки рвать. И всех посылать. Такие беспородные нынче политики в моде. Ну, не знаю. Значит, наверное, есть такая полоса, которую надо пережить. Во всяком случае, правительство Акина, которое было до того на Филиппинах, они уже, они когда к власти уже пришли, они понимали важность хороших отношений с Соединенными Штатами. Вот. А этот, что, ломать же не строить. Иди, построй что-нибудь. Так что посмотрим, что он там настроит. Ну, во всяком случае, интересно. Вот я подумал, что есть хороший повод поговорить. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok